18 серия москва и иркутск не немножко назад вернусь 17 серии после обработки стал проверять качество обработанного видео и в самом начале увидел с правой стороны по ходу движения дым я подумал что это пожар кстати валентин развернул камеру в эту сторону и от уже чуть позже сообразил что это дымит айчинский леноземный комбинат жуткий дым страшный дым вот этот весь роза ветров такая что весь дым идет на город то есть экология какая была ничего не изменилось дышать в айчинске нечем недавно передавали по телевизору по каналу рент вы и сказали что айчинский леноземный комбинат был продан за 200 тысяч долларов но это цена цена элитной иномарки вот такое предприятие было продано за без сценок сколько он стоит я не знаю вот комок подкатывает к горлу говорить тяжело года три или четыре тому назад я случайно разговаривал с женщиной она приехала устраиваться на работу в москву спросил откуда она она ответила что из айчинска я вспомнил сказал есть что проезжал многократно через этот город что экология там отвратительное дышать нечем она это услышала с заплакала вот они прошли в обход на айчинск а кстати она заплакала и говорит что у нее муж умер в возрасте 40 лет из-за такой экологии уровень жизни это порядка 40 лет в айчинске дети дышат этой гадостью я неоднократно писал на прямую линию президента когда он выступал по телевизору четыре или пять раз об ужасной экологии в айчинске но вот прошло столько лет ситуация совсем не изменилась в общем нужно всем кто смотрит видео по возможности поднимать и поднимать волну писать во все инстанции звонить во все колокола ситуацию в айчинске нужно спасать кто-то наживается на этом а люди гибнут 40 лет возраст в котором умирают люди ситуация в айчинске катастрофическая куда смотрят эти экологи в общем надо спасать город надо спасать я во всех видео об этом говорю об этом сообщаю прошу вас к этому тоже присоединиться но катастрофа в городе катастрофа москвы казань остановка чедаевск остановка омск кемерово катастрофа 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 а омск катастрофа подружим движение а если так ну какие города проезжают там катастрофа ух отлично ух нет нет я в этот раз официально поехал через города чтобы смотреть города да, в этом, как параллельная дорога вынесла из машины только что там ну и выходит он прям в конце тропки надо быть местным, чтобы узнать на заправке Фортуна Плюс можно было выйти и под разворачиваемся в заправку где-то легко и никто не едет там короткий заторвал ремонт дороги но машина довольно таки быстро там проехала вот пишут, что авария с ней берет вот пишут, что авария с ней берет ну хотя не очень долго не очень долго можно бывает часами стоишь в Куркутске в Куркутске я тоже смотрел тоже дождь да в Куркутске в Куркутске в Куркутске в Куркутске Трасса Р-255, Сибирь. Далеко позади остался Ачинск. Слева и справа огромные лесные массивы. Трасса Р-255, Сибирь. Трасса Р-255, Сибирь. Трасса Р-255, Сибирь. Трасса Р-255, Сибирь. Субтитры делал DimaTorzok Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прямо по ходу населенный пункт Пертеж Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Запоминаю их хорошо. Скромный ты наш. На зрение точку слышу от нас. Прямо. Я оставил на тупой нем учиться. Впереди опасный поворот. Ограничение 70. Мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Но я имел в виду из населенных пунктов. Привязаться совершенно не к чему. По крайней мере на карте. И населенных пунктов. Ну вот Балай с правой стороны проезжаем. Ну и все. Впереди по моему примечательное место. Уссулия Сибирская. Город. Но не доезжая до Уссулия Сибирского. Чтобы не соврать там километров. Вот уже не могу вспомнить. Ладно. Постараюсь сориентироваться. На трассе будет очень хорошее место для отдыха. Называется наш дворик. Я постоянно там... Впереди мобильный пост ТПС. Контроль скорости. Ограничение 90. Восстанавливался. Цены приемлемые. И качество хорошее. Место своеобразное такое. Будете проезжать. Заезжайте. Наш дворик называется. У кого будет радиостанция. Послушайте. Что там в эфире творится. Замолчали. Господа попутчики. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 90. Погода облачная. Видите, полотно сухое. Движение... Интенсивность движения низкая. Условия движения. Условия движения вполне комфортные. Обочина небольшая. Грунтовая. Инфраструктура не очень развита. Я имею ввиду. Заправки. Отели. Мотели. Кафе. Гостиницы. Они будут. Но. На приличном отдалении друг от друга. Не то, что в центре. Центральных регионах России. Впереди плохая дорога. Ограничение 40. Если будет поток туристов. Из Поднебесной. В Россию. То я уверен. Инфраструктура сильно тут разрастется. Улучшится. Появятся и мотели. И заправки. Все что угодно. Для туристов вполне приемлемые условия. Движение по одной дороге хорошее. Оценку отлично бы я не поставил. Но на четверочку потянет. Слева населенный пункт. Ольгина. С правой стороны. Будет поворот направо. Уяр. Довольно-таки крупный. Населенный пункт. Железнодорожная. Станция. Скажем так. Железнодорожная станция. Уяр. Населенный пункт. Левый поворот. Будет. Населенному пункту. Громадск. И к большому населенному пункту. Зазерный. Масленный пункт. Возьмите его. Громадск. Громадск. Возьмите его. Продолжение следует... Слева по ходу населенный пункт Новопятницкая. И большие. Но с правой стороны остался далеко. Справа Уяр. Ничего больше на карте я не вижу. Погода меняется. С левой стороны надвигаются какие-то тучи. Посмотрим, есть сообщения какие-нибудь или нет. Впереди камера. Ограничение 60. Ни сообщений, ни комментариев нет. Нету. Так бы я зачитал. Впереди камера. Впереди камера. Впереди камера. Ничего пока нет Ладно Эти мальчат в салоне автомобиля С левой стороны по ходу движения впереди Рыбинский гор Движение по трассе Р-255 Сибирь Сибирь Развелка Левый поворот Населенный пункт Рыбные И Рыбинский бор А правый поворот А правый поворот Не знаю куда правый поворот Правый поворот Дворечное Село Дворечное И совсем далеко За Дворечным Перея Переяславка Также С правой стороны Км в 7 Наверное Село Авда Населенный пункт Авда В основном Преобладает Степная Степи Лесов Что то я Не наблюдаю Больших лесных массивов Дорогу Местами отремонтировали Но разметку еще не нанесли Пока без разметки Но идут серьезные работы Дорожно-остроительные Дорожно-ремонтные Это видно Интенсивность движения Средняя Условия движения Вполне комфортные Строятся развязки Так Так Совершенно пустынное место Слева и справа Не рек Не озер Степь Сибирь Такая то она Разнообразная Разнообразная В салоне автомобиля Молчат И привязаться не к чему Привязаться не к чему Условия Немного Измени Немного Подписывал Немного Немного Продолжение следует... 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 Однажды поехал я в объезд Каннска, колдобины, колея, колейность огромная, по полметра, наверное, глубиной. Первый раз съехал, когда поехал по объездной Каннска. С тех пор залегся и только через город. Так, ну что, продолжим дальше. В 1740-х годах через Каннск прошел Сибирский тракт. В городе появилась почтовая станция. Началось подселение ссыльных крестьян. В 1782 году население Каннска состояло из 41 ревизской души купцов. В 1822 году город получил статус окружного, стал центром Каннского округа. С 1879 года Каннского уезда Енисейской губернии. В городе начинают появляться чиновники. Куда ж без них. В 1823 году 17 человек. Каннское тремя состоит из двух кварталов, трех улиц и трех переулков. Каменной приходской церкви, трех казенных и двух общественных деревянных зданий. Имелись также 161 дом, три кабака, четыре магазина, больница, богодельня и уездное училище. Ремеслами занимаются 123 человека. Торговлей два. Население Каннска в 1823 году составило 1112 человек. В 1847-1849 годах китайские купцы приобрели в Кяхте 133 933 юфтевых кож. Из них 6463 штуки имели каннское происхождение. В 1850 году 8 из 10 купцов высшей гильдии занимаются добычей золота. В 1861 году Каннск становится полноценным городом. Появляются заводы маловаренный, кожевенный, два салатопленных. В городе живут 43 дворянина, 9 купцов 1-2 гильдии и население составляет 2486 человек. В 1875 году в Каннске введено городское положение. Избрано в городскую думу 30 гласных и 6 членов управы. Ничего не понимаю из этого. В Каннске начинали свою деятельность купцы. Герасим Гадалов, основатель династии Гадалов, купец 2-й гильдии. Тимофей Савенков, отец археолога Савенкова. В 1897 году открылось общество с помощничеством начальному образованию. Открытое народное читальня. Во время Первой мировой войны в городе был создан лагерь для военнопленных, в котором зимой 1915-1916 года содержалось 6000 человек. Во время Гражданской войны Каннск был одним из центров партизанского движения. В мае 1920 года известный писатель-сатирик Ярослав Гашек, проживавший непродолжительное время в городе, женился здесь на дочери купца Львова. С 9 декабря 1925 года по 30 июля 1930 года Каннск окружной центр Каннского округа Сибирского края затем входил в состав Восточно-Сибирского края. С 1934 года районный центр Краснодарского края. С 9 декабря 1925 года вот я уже сказал, стал районным центром Краснодарского края. Во время Великой Отечественной войны в город был эвакуирован из европейской части страны ряд предприятий текстильной промышленности. В годы войны в Каннске был построен субчатобумажный комбинат и гидроизный завод. Были развернуты 12 госпиталей на 5000 коек. В 1986 году город был награжден орденом Знак Почета. Герб города. Исторический герб города был утвержден 20 декабря 1855 года. Щит разделен на две равные части. Вверхний изображен юнисейский герб, а в нижней на зеленом поле золотой ржаной сноб. Щит украшен золотой городской короною. 15 декабря 2010 года был утвержден герб муниципального образования города, город Каннск. Исчез знак Енисейской кубернии. Остался ржаной сноб на зеленом фоне. Щита. Герб украшен золотой короной. Что еще можно? Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Меня удивляет, что в городах, где разрешены 60 и 90 камеры, они знают про эту камеру, они не сбрасывают, они вот прям готовы получить штраф, но сбрасывают скорость, не сбрасывают. Они могут под камеру на 90 пройти, на 95, но под сонку не проходят, конечно. Я всегда был интересен в этот момент, либо для них какой-то другой, для больших розовок, там какой-то другой закон, может у них там с тормозами что-то, я с ним рассказывал себе кто-то их тормозную систему, либо они готовы, я не знаю, оплачивать штрафы, или может быть контора оплачивает штрафы. Так, города-побратимы. Город-побратим Каннска, Полоцк, Белоруссия. Развлечения и отдых. В Каннске работают кинотеатр «Космос», на его базе «Кофейна Кофемания», молодежный центр «Восход», «Боулинг Клуб Пирамида», ресторан русской кухни «Маруси». Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Ресторан и гостиница «Сибирь», гостиница «Атлантида», кафе «Жемчужина», гостиница «Юг». Гостиница «Тысяча и одна ночь», торгово-развлекательный центр «Порт Артур», кемпинг «Медведь» на базе кемпинга «Гостиница», кафе «Банкетный зал», три ночных клуба «Город Париж Клаб» и «ХХХ». В Каннске весь зимний сезон работает горнолыжная база. В 2011 году был открыт спортивный комплекс «Дельфин» на улице Горького. Промышленность города. В 2015 году предприятия города произвели продукции на 2,5 млрд. рублей. Одна из основных отраслей промышленности – переработка леса. В 2015 году в городе и Каннском районе переработкой леса занималось 97 юридических лиц. Крупное предприятие Каннска – Каннский ликвироводочный завод. Написано, что остановлен сейчас. Каннский ЛХК. Каннский комбинат строительных конструкций. Каннская ТЭЦ. Это филиал ОАО «Иенисейская». Завод легких металлоконструкций «Маяк». Я начинаю говорить, они начинают говорить. С 2002 года в городе проводится международный Каннский видеофестиваль. Работает Каннский драматический театр. Также имеется городской дом культуры. ДК «Восход», ДК «Строитель». В городе работают две детских музыкальных школы. Одной из школ руководила заслуженная работник культуры СФСР Лариса Петровна Кричкова, закончившая Красноярское музыкальное училище по классу преподавателя Гордина, являющимся учеником выдающегося русского тенора Славцова, вооруженца Каннской земли музея. Каннский краеведческий музей был открыт в 1922 году. До 1990 года размещался в здании Свято-Покровского собора. В настоящее время размещается в отреставрированном здании первого в Каннске кинетеатра «Фурор». В городе имеется центральная библиотечная система, в состав которой входят 11 библиотек. В настоящее время в Каннске работает 17 школ, 2 гимназии, 1 лицей, 1 кадетский корпус. Художественная школа, 3 музыкальных школы, Каннский медицинский техникум, Педагогический колледж, Каннский политехнический колледж, Каннский технологический колледж, Красноярский краевой библиотечный техникум, Каннский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства. Транспорт и оборона. В качестве городского транспорта используются маршрутные автобусы. Важный железнодорожный узел на транссибе станция Каннск-Енисейск. Через город проходит магистраль, автомагистраль Р-255, по старому названию, наверное, М-53 «Сибирь». В городе есть аэродром, авиабаза ВКС РФ Каннский, Дании, расположен неподалеку от Чичиула. В 2007 году в Каннске размещалась 23-я ракетная дивизия, вооружённая 45-ю пусковыми установками РТ-2ПМ «Тополь». Тополиный пух. И нету. Что ещё интересного? Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Ну, климат. Какой климат. Средняя температура в январе минус 19,5, в феврале минус 16,7, в марте минус 8,3, в июле 19,1, в августе 16, в сентябре 8,5, в ноябре уже минус 9,3, в декабре минус 17, и так далее. Да, может заехать, заправиться. Вот немного по Канску проедем. Посмотрите на город Канск. мост через реку Кан, как уже говорил, и через центр города, насколько это возможно, на сколько возможно показать, вы посмотрите. Я неоднократно в Канске отоваривался, и продукты покупал, и какие-то химикаты для автомобиля, омывайка, незамерзайка. Кстати, приобрел оборудование, я уже говорил, для приготовления незамерзайки своими руками. В ближайшие дни начну экспериментировать. экспериментировать. Ну вот, насколько я могу наблюдать движение по центральным улицам города. Я просто пожелание, я не знаю, можно этот, сколько я ни разу в мотеле не останавливался, сколько там комната может на ночь стоить. Можно в машине, если удобно, если нет, но может в мотеле. Мы точно не пару. Дома, к сожалению, обшарпаны. На картинке не видно. Но дома нуждаются во внешней отделке. В внешнем косметическом ремонте. Но движение через центр более-менее вы уже видели. Нормальное. Что еще можно рассказать о Канске? Так, нам нужно проложить маршрут и понять, куда мы сможем доехать часа за три. Какого там? Тайшер? Тайшер? Спасибо. Ну вот, в принципе, основную информацию, то, что можно было нарядить в Википедии, я вам рассказал. Руководство города вас не интересует. Мне тоже. Здесь 50 дней. Вот это вот больше похоже. Но правда, за три часа доедем, а что-нибудь чуть-чуть подальше есть. Вот это как он нижний заспект. что-то я прозевал, про какой город они говорили. Может про Уссоль и Сибирская. темнеет. я быстренько поставлю все равно. Ограничение 60. reset. С левой стороны по ходу движения километров через 20 будет город Иланский. Город расположен на реке Иланка, правый приток Кана, в 279 километрах от Красноярска. Основан в 645 году как деревня Иланская. Название по расположению на реке Иланка. В 1733 году Сенат издал указ о строительстве сибирского московского тракта. С этой датой и этим документом надо связывать историю возникновения поселения на месте нынешнего города Иландского. Дороги Тонкие Ники связывают воедино глухой и обширный край, давая ему жизнь. От Томска до Иркутска реконструкция тракта велась под руководством капитана-командира Витуса Беринга. В 1894 году в связи со строительством транссибирской магистрали в пяти верстах от Иландского началось строительство депо и станции Иландской. Возник поселок. Известные Так, экономика. В Иландском завод железобетонных изделий, крупное предприятие железнодорожного транспорта, лесообрабатывающие предприятия, сельское хозяйство. Все, что сказано про экономику Иландского. Известные жители. 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 Про достопримечательности ни слова. Что еще можно про него выцарапать из-за википедии? Я даже не знаю. В 1920-30 годах и ланцы, активные участники социалистического строительства, из паровозного депо выделен самостоятельный вагонный участок со всеми ремонтными мастерскими. Построены новые производственные цеха, полностью восстановлен железнодорожный путь. В 1930-х годах иландские железнодорожники установили ряд стахановских рекордов. В память о трудовых подвигах иландских машинистов-стахановцев на привокзальной площади города Иландского установлен паровоз марки М. Кстати, на многих вокзалах стоят памятники паровозы. Очень хорошая задумка. Можно подойти, рассмотреть. На многих, очень на многих станциях такое есть. Это как музей, как память о прошедших временах. К концу войны район оказался в тяжелых условиях, особенно колхозы. Стало интенсивно развиваться приусадебное хозяйство и коллективное садоводничество. В хозяйствах района началась всеобщая механизация. С 1950-х по 1970-х год проводилась работа по укреплению колхозов и сельсоветов. К 1970-му году в районе осталось 8 колхозов из 69 и 9 сельских советов. В 60-е и 80-е годы ведется активно строительство школ, детских садов, магазинов, комплексных, приемных и фельдшерских пунктов, объектов сельскохозяйственного назначения и жилья. В Иландском в эти годы построено здание железнодорожного вокзала Дворца культуры железнодорожников, завод железобетонных изделий, молочного завода, хлебзавода, швейные фабрики, дома быта. В Тружинке района Океана участвовали в сельскохозяйственных выставках в АДНХ. Больших успехов добились колхоз-миллионер Оргена Ленина «Красный хлебороб» и Ордена Октябрьской революции имени Седьмого Съезда Советов за большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства. Многие награждены орденами, медалями, и даже одному было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Я, откровенно говоря, в Уландский не заезжал, в городе не был, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Так, Нижний Ингаш. Что о нём говорится в Википедии? Нижний Ингаш – посёлок городского типа, административный центр Нижний Ингашского района Красноярского края России. Железнодорожная станция Ингашская на Транссибирской магистрали. Участок Красноярск-Тайшет, автодорога Р-255, М-53, Новосибирск-Красноярск-Иркутск. Трасса проходит через центр посёлка. Населённый пункт основан в 1775 году, статус посёлка городского типа с 1961 года. Численность населения на 2017 год составляет 7087 человек. Но это касается Нижнего Ингаша. С правой стороны проходит железнодорожная ветка. Много рек, много заболоченной площади. Достаточно большие заболоченные площади. Совсем далеко с правой стороны Павловка. Населённый пункт. Впереди населённый пункт Птинский. Посмотрим, что о нём говорит Википедия. Википедия. Так, ничего про населённый пункт Тенского нет. Ну, совсем далеко Нижняя пойма, населённый пункт. Нижняя пойма, экипедия. Нижняя пойма, посёлок городского типа. В Нижнеингашском районе Красноярского края. Железнодорожная станция Решоты на Транссибирской магистрали имеет ветку на посёлок Таёжный, станция Карабула. В 2012 году железная дорога продолжена до станции Ярки с выходом на Ангару. Статус посёлка городского типа с 1951 года. Население составляет... На какой год не сказано... 2017 год 8100 человек. Железнодорожная станция Решоты, как я уже говорил, автодорога Р-255 Новосибирск-Красноярск-Иркутск. До конца 2014 года трасса проходила через южную часть посёлка. В конце октября 2014 года открылся обход Нижней поймы с путепроводом через Транссибирскую магистраль. Дорога проложена в стороне от старого гравийного участка трассы. Помню, я проезжал здесь, когда ещё была гравийка. И посчастливилось проехать уже по магистрали по асфальту. В общем... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, больше никакой информации, к сожалению, а нижней поймы нет. И в автомобиле тоже молчат. Ну ладно. Впереди километром через 20-30 город Бирюсинск. Город Бирюсинск. Город получил статус города С 1967 года в Тайшетском районе Иркутской области. Город-спутник Тайшета. Образует Бирюсинское городское поселение. Город расположен на правом берегу реки Бирюсы. Кстати, очень красивая река Бирюса. Это бассейн Ангары в 68 км от Иркутска и в 12 км от Тайшета. В 400 км от Красноярска. Но про Тайшет я в следующей серии расскажу немножко. Что мне удалось найти в интернете в 1897 году при строительстве Великого Сибирского железнодорожного пути был основан разъезд Суэтиха. Название возникло, согласно одной из версий, благодаря суете, что была при строительстве железнодорожного моста. По мнению Матвея Мельхеева, топоним происходит, вероятнее всего, от Тюркского Су-вода. В 1899 году вокруг разъезда сформировалось небольшое поселение. В 12-м году запущена первая пилорама. В 1929 году был сдан в эксплуатацию четырехрамный лесопильный завод. В 1933 году построен клуб имени Парижской коммуны и здание железнодорожного вокзала. В 1934 году Суэтиха преобразовано в рабочий поселок. В 1952 году на гидролизном заводе произведена первая продукция – этиловый спирт. 11 мая 1967 года рабочему поселку Суэтиха присвоен статус города районного подчинения с переименованием в город Бирюсинск от протекающей неподалеку реки Бирюса. В 2017 году население составило 8477 человек. В достопримечательности Бирюсинска в городе действует православный храм в честь святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Построен храм воскресения Христова с колокольней. Краеведческий музей, который построил сам город на пожертвования. Также в городе действует два фонтана. Ту информацию, которую мне удалось накопать в Википедии. Ну, Бирюсинск находится немного в стороне. От трассы я там тоже не был. Бирюсинск это небольшой и самый западный город Иркутской области. Официальный сайт города Бирюсинска. Что мы здесь можем найти? Ну, на сайте муниципального образования Бирюсинское городское поселение. Сайт такой есть. Он какой-то скудный. И вот для сведения на сайте муниципального образования Бирюсинское городское поселение. Вот здесь выдержки из законодательства. Мало интересно. Вот символика. Символика Бирюсинска. Написано каким-то бюрократическим языком. Ни черта не поймешь. Историческую справку я уже прочитал. Ну, сайт создан для галочки. Я понимаю так. Поэтому тут, к сожалению, я ничего интересного для вас не найду. Движение по трассе Р-255. В сторону Иркутска. На привал остановятся на трассе, пройдя Бирюсинск. Но Бирюсинск будет в стороне, с правой стороны. В город заезжать не будут. Ну, вот перед Бирюсинском есть еще один поселок городского типа. Не доезжая до Бирюсинска. Не доезжая до Бирюсинска. Город, поселок городского типа Юрты Иркутской области. Юрты, читаю, поселок городского типа в Тайшетском районе Иркутской области России. Единственный населенный пункт Юртинского городского поселения. Население 5247 человек в 17-м году. Название произошло, как написано здесь. Юрты от татарско-монгольского слова Юрта. Владение, область, жилище. Видимо, на этом месте стояли юрты. Располагалось стоевище Коттов или Бурят. Так объясняет расхождение этих геоназваний Мельхеев. География находится в 25 километрах от районного центра Тайшета. В непосредственной близости от поселка проходит федеральная магистра М-53. Именуемая Московским трактом. В 1902 году купец Жоголев построил лесопилки, бараки для рабочих. Статус поселка городского типа с 1957 года. Образован на месте лагеря, заключенные которого строили деревообрабатывающий комбинат. Инфраструктура. Две общеобразовательных и одна музыкальная школа. Государственное бюджетное усилие 58. Два детских садика. Центр досуга. Юртинская городская больница, имеющая в своем составе поликлинику на 250 посещений в смену. И стационар на 65 коек. Основное производство. Лесопромышленный комплекс. Предприятие Росрезерва. Комбинат Алмаз. Розовая станция. Юрты Восточно-Сибирской железной дороги. Развита сеть магазинов и предприятий общепита. Вот такая информация о поселке городского типа Юрты, который перед Бирюсинском. Трасса проходит в огромном лесном массиве. С правой стороны на разном расстоянии. От двух до трех километров наверное проходит железнодорожная ветка. Это, как я уже говорил, станция Юрты или Юрты. Ударение ставьте сами. Ну вот ту информацию, которую удалось найти в интернете, я уже предоставил вашему вниманию. Заканчивается серия. Привал будет на трассе. Но инфраструктура, как вы можете наблюдать, развита не очень. Хорошо просматривается разметка дороги, хорошее полотно, отбойники. Ну по одной полосе в каждую сторону. Условия движения можете оценить сами. Интенсивность движения слабенькая. Попадаются встречные машины. Но разглядеть ничего невозможно. Да в принципе тут и смотреть-то я бы сказал не на что. Потому что лесные массивы кончились. По крайней мере так на карте. Впереди мост через реку Бирюса. Кстати есть песенка «Там где речка, речка Бирюса» поет на голоса. Вы можете забить в ютубе «Речка Бирюса». Вам удастся эту песню послушать. Ну я на этом по всей вероятности закончу. В комментарии все что можно было на мой взгляд я рассказал до привала. Ну а следующая серия будет информация о Тайшете. Да. Я на этом заканчиваю до следующей серии. Впереди пост ДПС. Ограничение 30. Ограничение 30. Ограничение 30. Субтитры сделал DimaTorzok